Это огромное количество людей, и нужно что детей, что взрослых, что даже людей престарелого возраста, нужно обязательно закрывать. Дети — это маленькие хакеры, поэтому нужно бить тревогу как можно быстрее. И это число — 340 миллионов — держать в голове. Да, это в мире, но в России, я думаю, бедствие. Я думаю, каждый школьник, начиная с 10 лет, уже побывал на порно-сайтах. То, что много людей в правительстве ходят по этим сайтам или с Министерства обороны, вообще, говорит, не самое страшное зло. Намного страшнее, когда мальчики и девочки 8-10 лет ходят на эти сайты и потом пытаются это воплотить в жизнь. Если мы закроем эти сайты, мы будем круче, чем Америка. Раннее старение нации. Понимаете? И Россия может быть сильной страной, только если семейной, православной. Поистине, если мы будем вводить цензуру в интернете в первую очередь по порно-сайтам. Это в первую очередь надо делать. Порно-сайты, сайты знакомств, там разнообразная фривольная реклама. А потом браться и за стриптиз клубы, чтобы они удалялись от школ, от детских садиков. Или вообще, как вот, Россия запретила казино, только плюс всем. Недавно я с сынишкой общался, там, что такое игорный клуб, там, что такое это. И с такой радостью я понял, а в России-то это запрещено. И мне не нужно с ним об этом разговаривать, как плохо играть. Потому что в России казино запрещены. А мне придется с ним разговаривать еще, что такое ночные клубы, что такое стриптиз, что такое порно-сайты. Как мне эти разговоры вести? Я не знаю, мне не хочется с ним об этом разговаривать. Запретить, да и все.